Давайте напомним себе, прочтем, да? 1 Коринфянам 12, 4, 11 И Галатам 5, 22, 23 Плод же Духа, Любовь, Радость, Мир, Долготерпение, Благость, Милосердие, Вера, Кротость, Воздержание, на таковых нет закона 32, глава 15, стих Исаия Да коли не излиется на нас дух свыше, и пустыня не сделается садом, а сад не будет считать лесом То есть здесь имеется ввиду, что в дни запустения народ Божий будет ждать, что когда изольется на них Дух Господень Для того, чтобы произошли изменения, видите, да? Также стихи 16, 18 в этой же главе Тогда суд водворится в этой пустыне, и правосудие будет пребывать на плодоносном поле И делом правды будет мир, и плод правосудия, спокойствие и безопасность вовеки То есть другими словами, что мир придет, тишина и все остальное в результате того, что придет Дух Божий Это здесь же 32, только 16, 18 То есть в результате запустения народ Божий ожидает того, что придет Дух Божий А результатом прихода Духа Божия будут большие изменения То есть изменится все Придет мир, покой и изменится и земля также 3, 4, глава 16, стих Отыщите в книге Господней и прочитайте Ни одно из сих не применит прийти, и одно другим не заменится Ибо сами уста его повелели, и сам Дух его соберет их Здесь как бы интересная параллель между Духом Божьим и устами Господним В этом стихе мы можем увидеть Что как бы идет параллелью Ну мы не можем сделать, конечно, окончательного, ну какого-то вывода по этому вопросу Но просто автор высказывается очень интересным таким высказыванием В том отношении, что он как бы говорит Дух Божий Уста Господни, видите, да? Ну да, ну как бы сказать о том, что уста Господний и Дух Божий тоже как бы Просто параллель какой-то связанную с этим Но делать какой-то акцент, то есть на этом Если бы он где-то говорил об этом еще раз и еще раз То есть можно было бы делать какой-то, ну более вывод какой-то делать Какой-то акцент на этом Ну вот то, что вы сказали, да, то можно было бы отнести это к тому, что в действительности Бог А Дух Божий это сделал, понимаете, да? То есть может быть таким образом в действительности уста имеют Ну уста Божий имеет какую-то параллель с Духом Божьим в том отношении, что уста Божий сказали, да? Было сказано и Дух Божий произвел действие То есть таким образом, может быть Сороковая глава, седьмой стих Здесь вот стоит вопрос Вообще говорит на самом деле он о Духе или Ветре? Ну знаете в чем проблема, да? Потому что слово используется одно и то же Засыхает трава, увядает свет Когда дунет на него дуновение Господа Так и народ трава То есть говорит ли он здесь именно о Ветре, да? Ну вот дуновении Или он говорит о Духе своем? Понимаете, да? То есть на самом деле, как бы Никто точно, даже из тех исследователей Которые читают на иврите, да? Разбирают это все дело Никто из них не может точно определить все-таки О чем же здесь говорится О Духе его или о Ветре, да? О дуновении Давайте здесь же прочтем восьмой стих Трава засыхает, свет увядает А Слово Бога нашего прибудет вечно Ну вот считается, что все-таки вот Вот восьмой стих Он как бы больше все-таки поддерживает на то, что Это говорится о Духе Божьем Уловили мы мысль, да, или нет? Что восьмой стих, как бы, он больше все-таки подталкивает к идее того, что все-таки здесь говорится не о ветре, а именно о Духе Божьем И давайте теперь тринадцатый стих прочтем Кто уразумел Дух Господа и был советником у Него и учил Его? Ну Здесь говорится конкретно, да, о Божественном Духе Вот Но иногда используют этот отрывок из Писания Говоря именно о Духе Божьем, как о Третьей Ипостаси Троицы Слышали это, да? Ну, на самом деле, то есть это достаточно, ну Ну, не совсем можно сказать правильно, как бы, утверждать это То есть это уже, как бы, такое мессианское понимание, да? То есть, как бы, добавляют это Но Сам отрывок этот из Писания, он, как бы, четко так не заявляет о том, что это является именно ипостасией Божьем Понимаете, да? Сорок два один Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя Положу Дух мой на него и возвестит народам суд Ну, здесь мы видим, что На отрока своего, да, он возложит Дух свой, да? Ну, вы знаете, да, как Дух на иврите? Руак, да То есть это обозначает и Дух, и Ветер Вот Ну, обычно это место толкуют уже, как мессианское пророчество, да? И И вот, например, понимать его в том отношении, что пишет Исаия, становится всегда очень сложно Ну, как бы, понять Почему? Потому что оно традиционно уже как-то сразу относится к мессианскому толкованию Ну, что это мессианское пророчество И его поэтому достаточно сложно понимать в отношении того вообще, как Исаия говорит об этом Потому что уже традиционно это, как бы, ну, защитено, как мессианское толкование В нем присутствует 44.3 Ибо я и залью воды на жаждущие и потоки на иссохшие И залью Дух мой на племя Твое и благословение мое на потомков Твоих Также 48.16 Приступите ко мне, слушайте это Я и сначала говорил не тайно С того времени, как это происходит, я был там И ныне послал меня Господь Бог и Дух Его Ну, вы слышали, наверное, тоже, да? Что часто это местоисписание тоже относит его к мессианскому И на утверждении этого местаисписания говорят о том, что вот здесь вот Явно видно, что Бог выступает, как бы, что Бог сам себя посылает, да? Ну, слышали это или нет? Да, что Бог посылает Духа, да, и в результате То есть, что здесь, якобы, в этом отрывке мы можем увидеть уже все три личности Ну, это одно из, как бы, тоже таких христианских, мессианских толкований этого отрывка из Писания Ну, скорее всего, что точно, на что мы можем определиться, это то, что Бог в действительности Духом Своим вдохновил пророка Провозгласить свое послание Ну, ну, да Понимаете, да? То есть, это точно, на что мы можем, как бы, ну, в тексте, ну, увидеть и понять, что Исайя был вдохновлен Духом Понятно, да? Ну, потому что традиционно, как бы, это место рассматривают просто, как именно действительности Что здесь говорится, ну, вот, когда вы говорите, например, с иудеями, которые, знаете, ну, читают действительно Тору, да? Для них это место не скажет ничего такого подобного, что, как бы, что здесь мы можем увидеть три личности Божества, понимаете, да? Три ипостаси То есть, они здесь этого не увидят И в лучшем случае, что они могут увидеть, это то, что в действительности Бог посылает Дух Свой И Дух вдохновляет Исайю на то, чтобы произнести пророчество Ну, соделать то действие, которому Он его послал Еще раз Правильно Если мы рассматриваем это сразу с точки зрения, как мессианские верующие Ну, понимаете разницу, да? Если вы рассматриваете это с точки зрения, вообще, как Писания, да? Вот То нужно понять, почему здесь Исайя это говорит Ну, здесь говорит Бог, да Я тот же, я первый, я последний Ну, все правильно, да Это говорит Бог Я был там, и ныне послал Меня Господь Бог и Дух Его Смотрите, я просто объясняю вам еще раз Если мы рассматриваем этот отрывок, как мессианское пророчество, да? То мы видим в нем тогда, что здесь как бы присутствуют якобы три сразу личности, да? То есть, я был там, мы понимаем, что говорится о Боге, да? Потом говорится, и ныне послал Меня То есть, получается, что послал кого? Бога, да? И дальше послал кто? Бог И потом Дух Его Понимаете, да? То есть, если мы рассматриваем таким образом, то мы это видим в действительности, как мессианское пророчество И мы тут сразу видим, как три ипостаси божества Понимаете, да? Но мы это видим почему? Потому что мы смотрим таким образом Ну, когда вы спрашиваете человека, который вот читает, допустим, Писание на иврите, да? Он почему-то так не видит И для него понимание здесь одно, что это Исайя был послан Богом и Духом Его Ясно, да? То есть, вы То есть, моя цель того, чтобы вы, ну, как бы знали и ту, и другую позицию Ясно, да? Ну, потому что я понимаю, что христианскую позицию вы уже как бы должны знать И вот эти вот места из Писания, например, в доказательство о триединстве Бога Ну, в плане того, чтобы доказывать это Они достаточно слабоватые Ясно, да? Вообще, вот есть в Танахе только один отрывок Писания Это притча 30 глава Четвертый стих Кто восходил на небо и не сходил? Кто собрал ветер в пригоршни свои? Кто завязал воду в одежду? Кто поставил все пределы земли? Какое имя ему? И какое имя сыну его знаешь ли? То есть, смотрите внимательно, да? Кто восходил на небо и не сходил? О ком говорится? О Боге, да? Следующий вопрос Кто собрал ветер в пригоршни свои? Кто это мог сделать? Бог, да? Дальше Кто завязал воду в одежду? Кто поставил все пределы земли? Вопрос Какое имя ему? То есть, мы можем ответить, да? Бог И дальше вопрос И какое имя сыну его? Здесь в чем смысл? В том, что Это вообще на самом деле единственный отрывок в Писании Который звучит таким образом Показывая, что у Бога есть сын И он звучит на еврите таким же самым образом И вот это единственное место из Писания От которого вообще нельзя отвертеться Ну, то есть, если другие места из Писания Могут быть оспариваемы Люди могут спорить Говорить, что это звучит по-другому И так далее То есть, да? То вот это вот место из Писания Оно не оспаривается То есть, здесь конкретно написано О том, что у Бога есть сын Я думаю, что они Вообще не думают Ну и что? Ну это Слово Божие Вы верите, что это Слово Божие? Нет, здесь имеется очень конкретный смысл Здесь не в плане того, что написано так Подумайте по-другому Здесь очень конкретный смысл В этом высказывании, в этой притче Поэтому я и говорю, что это единственное место Которое вообще не поддается Никакому сомнению Понимаете? И вообще хороший как бы такой именно отрывок Для даже вот Если вы служите кому-то В качестве евангелизации Ну я имею ввиду именно евреям Потому что допустим Среди неевреев как бы Не возникает вопросов Редко у кого-то возникает вопрос По поводу того, что Ну Триединый Бог или не триединый? Мы остановились Исайя 48 Исайя 48 Исайя 48 Исайя 48 Исай 48 61 глава 1 стих Дух Господа Бога на мне Ибо Господь помазал меня благовествовать нищим Послал меня исцелять сокрушенных сердцем Проповедовать пленным освобождение И узникам открытые темницы Значит Ну во-первых Конечно мы знаем Да что Это место из Писания Оно В Луки 4 18 21 Используется Дух Господень на мне Ибо Он помазал меня благовествовать нищим И послал меня исцелять сокрушенных сердцем Проповедовать пленным освобождение Слепым прозрение Отпустить измученных на свободу Проповедовать ли это Господне благоприятно Ну то есть мы видим что да Мессия и Иешуа используют этот отрывок из Писания Да Таким образом показывая что Ну можно сказать провозглашаяся Мессия В 63 главе 10-11 стих Но они возмутились и огорчили Святого Духа Его Поэтому Он обратился и В неприятеля их Сам воевал против них Тогда народ Его вспомнил Древние дни Моисеевы Где тот который вывел их из моря И с пастырем овец своих Где тот который вложил в сердце Его Святого Духа Своего Интересно что здесь появляется термин Уже не Дух Божий А какой? Дух Святой Вот прочитайте здесь же 14 стих Как стадо сходит в долину Дух Господень ввел их покою Так ввел ты народ твой Чтобы сделать себе славное имя То есть смотрите Здесь появляется в начале Употребление термина такого Как Дух Святой А потом Дух Господень Ну все что можем сказать о том Что Исаия говорит о Духе Что в действительности Исаия Он делает как будто как огромный шаг Вперед в отношении того Понимания вообще Духа Божьего Духа Святого Духа Господнего Он его называет И он очень сильно как бы В действительности в своей книге Уделяет много внимания Духу Божьему То есть до Исаии Никто столько не уделял Внимания Духу Божьему И никто не делал такие акценты На Духе Божьем Как делает это Исаия Сейчас мы посмотрим Отношения человека с Богом Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому И первое мы рассмотрим Две концепции Это правды и справедливости Во-первых Рассмотрим концепцию правды Книги Паррока Исаии Правды, да Как на иврите звучит правда? Седек или Седека? Ну правда, Седек Седек или И Седека, да Седека Можно Так, буквы С нет Значит Слово вообще это встречается В Ветхом Завете 273 раза Нашел? Правильно? Так и написано Правда Седек Все нормально Значит В Ветхом Завете Это слово Седек или Седека Встречается 273 раза И у Исаии Оно встречается 58 раз 58 И интересно, что У всех остальных пророков Это слово встречается Всего лишь 12 раз Всех пророков Соединить вместе И у них всего лишь 12 раз Встречается это слово Во всех пророках Ну вот Основная масса Употребления Этого слова Приходится на Псалтырь То есть Чаще всего Оно встречается В Псалтыре Один из богословов Которому имя Снейт Полагает, что Первоначальным значением Это слово Была прямота Он высказывается Таким образом Следовательно То, что есть Или должно быть Твердо установлено Благополучно И прочно В человеческих отношениях То, что есть Или должно быть Твердо установлено Благополучно И прочно В человеческих отношениях Приходится Смирает Смирается Смирается Кар sentir На самом деле В списке Тковная læ эта Р…. Эти И дальше, позже, после Исаии, появилось такое библейское определение, касающееся именно правды, что это подчинение богооткровенному закону. Это библейское определение. Подчинение богооткровенному закону. То есть, что является правдой? Ну вот я дал определение, что определение правды, то есть, библейское определение, это подчинение богооткровенному закону. Спасибо. 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 И вот в качестве иллюстрации этого мы можем посмотреть на события, я уже упоминал сегодня. Это об Иуде и Фомарии. Бытие, 38 глава. Ну, кто помнит эту историю? Да. Ну, все помнят, да? Чтобы не читать полностью все. И что на самом деле нарушил Иуда? Заповедь. Ну, он нарушил не заповедь, он нарушил установленный обычай того времени, да? Нет, 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 мы сейчас не об этом говорим. Мы говорим, что существовало, ну, такой порядок установленный был, да? Что если умирал один сын и не было потомства, да? То следующий сын должен был жениться. На, ну, вдове в данном случае, да? Для того, чтобы восстановить семя брату своему. Мы помним, что произошло. Умер один сын Иуды. Он отдает второго сына, ну, женит на невестке своей, да? И что происходит? Умирает второй сын. Потомства нету. Остается третий сын, который был еще тогда маленький, да? И Фомарь говорит, хорошо, я буду ждать, когда он там вырастет, для того, чтобы, ну, он женился на мне и продолжил потомство. В результате вырос сын, но Иуда не отдает, ну, не женит его на Фомаре, да? Почему? Потому что он подумал, он испугался. Умерло два сына. Женю третьего и третий умрет. И он решил не женить третьего сына. То есть он нарушает установленные правила или установленные обычаи того времени. Понимаете, да? И в результате мы знаем, что Фомарь, притворившись блудницей, да? Она переспала с Иудой, в результате чего она забеременела, да? От него. И когда Иуда приходит к ней выяснять отношения, что это такое, как бы, как ты могла так поступить и так далее, то выясняется, что она правее его оказалась. Потому что он нарушил установленные обычаи, установленные правила. И не поступил так, как должно было поступить по, ну, скажем, законам того времени. События происходят до Моисеева еще закон. То есть люди живут по определенным правилам каким-то, да, существующим вокруг них. И вот нарушение этого правила означает, что человек поступает неправильно. Понимаете, да? И в результате, как бы, ну, со всех сторон можно было бы сказать, что Фомарь вроде бы поступила неправильно, да? Но в результате всех выяснений выясняется, что она оказалась правее. Это стих 26-й говорит. Иуда знал и сказал, она правее меня, потому что я не дал ее Шеле, сыну моему, и не познавал ее боли. То есть вот это, как бы, результат, да, правды и неправды. Но, знаете, у пророков, и особенно у Исаии, правда означает именно подчинение божественному пути. Особенно тому, как он описан в Божьей Торе, то есть в законе Моисеевым, да? Подчинение закону Моисееву является правдой в понимании пророков. И особенно Исаии. Но в то же самое время, на что нужно обратить внимание, что здесь вопрос не просто соблюдения правил и традиций, да? Или не нарушение этих правил и традиций. Но также здесь оно должно сопровождаться и нравственным поведением человека. Можно еще раз? Что именно? Ну, последнее. Значит, да, правда это, ну, значит, подчинение божественному пути, да? То есть закону Моисееву. И это не просто соблюдение традиций, но это также и нравственное поведение. Ну вот, например, такой богослов Эйхротту пишет таким образом, что Божия цедака или цедак, ну, то есть правда, да, заключается в исполнении закона в соответствии с условиями завета. Итак, Божия правда заключается в исполнении закона в соответствии с условиями завета. Божия правда заключается в исполнении закона в соответствии с условиями завета. Эйхротту. Это фамилия, да, фамилия. Эйхротту. Богослов. Просто библейский богослов. Значит, давайте посмотрим Исайя 9.7. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдой отныне и до века. Ревность Господа Савофаса делает это. Значит, здесь говорится, да, о князе мира, который утвердит свое царство судом и правдой. Теперь 11 глава с 3 по 5 и 9 стих. И страхом Господь исполнится и будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде и дела страдальцев земли решать поистине. И жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого. И будет при поясании чресла его правда и при поясании бедра его истина. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена видением Господа, как воды наполняют море. То есть здесь говорится о князе мира. Ну, я хочу, чтобы вы понимали, да, мы уже просто касались этого вопроса. Потому что иногда мы, когда говорим о князе мира, мы подразумеваем сатану, да. Но в данном случае, когда мы говорим о князе мира, о котором пишет Исаия, здесь подразумевается мессия. Понятно, да? Вот. И здесь говорится, что он установит правду, да, и судить будет тоже по правде. Видите? То есть по правде какой можно было бы задать вопрос, он будет судить? По правде Божией, да? То есть то, что является правдой для Бога. И это отправляющая точка для всей правды, которая может вообще существовать. И что мы должны как бы для себя отметить, что праведность, о которой говорится, да, это не результат человеческих усилий, а дар Божий. Значит, эта праведность не результат человеческих усилий, а дар Божий. Да, что эта праведность не результат человеческих усилий, а дар Божий, поскольку только такая правда может привести к поведению истинно соответствующему завету. То есть получая правду, да, праведность Божию, ну и так уже, как бы, чтобы было понятно, в итоге человек может в действительности иметь такое поведение, ну, вести образ жизни, да, соответствующий закону Божьему. Понимаете? Получая это, как дар Божий. Считается, что именно поэтому, когда в псалмах мы видим, что встречаются такие параллели, как правда и милосердие, то это как результат того, что правда – это как дарование. Ну, что это явление милосердия Божьего, дарование правды, и что человек может вести себя, ну, на основании закона Божьего поступать. Поэтому считают, что есть возможность вести себя, ну, на основании закона Божьего, дарование закона Божьего, дарование закона Божьего, дарование закона Божьего. Поэтому считают, что если в действительности человек может поступать в соответствии с путями Божьими, то есть поступать праведно, то его жизнь, то есть сам человек будет наполнен милостью, его поведение будет милостивым. Спасибо. 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 Значит, например, Исаия 1.21. Как сделалась блудницу верная столица, исполненная правосудие? Правда обитала в ней, а теперь убийцы. То есть Исаия говорит, что в Иерусалиме была правда, да, а теперь убийство вместо правды в Иерусалиме. И в 5 главе 7 стихе говорит о кровопролитии. Виноградник Господа Савуофа есть дом Израилев, и мужи Иуды, любимое насаждение его. И ждал он правосудие, но вот кровопролитие, ждал правды, и вот вопль. То есть сравнение того, что вместо правды кровопролитие, а там вместо правды что? Убийство. Видите, да? Но в 26 стихе 1 главы он говорит, что результатом искупительных дел Божьих это будет то, что город снова будет называться правдой. Читайте. То есть отступление от Бога, оно заканчивается тем, что вместо правды в жизни человека, в данном случае в жизни народа Божьего, было что? Убийство и кровопролитие. Но результатом искупления, которое будет дано Богом, город снова начнется называться городом правды. То есть это означает, что произойдет полное изменение, да? Изменение в том отношении, что убийство и кровопролитие прекратится, люди начнут поступать праведно, да? И город назовется городом правды. А праведно это как поступать? По правде Божьей, да? Потому что правда, она может быть разной. Помните, газета была «Правда». Комсомольская правда, да? Еще какая-то правда и так далее. То есть правда, она бывает разная. И даже так иногда выражается, что у каждого своя правда. Но истинная правда, она только у Бога находится. Интересно, вот в 45 главе, в 8 стихе о правде говорится. Крапите небеса свыше, и облака да проливают правду. Да раскроется земля, и приносит спасение, и да произрастает вместе правда. Я, Господь, творю это. Интересное высказывание, что правда и зальется дождем с неба, и в результате чего она произрастет из земли. И совершит это Бог, видите? Ну, то есть Бог и зальет от себя, как бы, настолько эту, ну, праведность свою, да, правду, что она в результате произрастет из земли. То есть она будет, да, действительно, наполнять все, всю землю и всех живущих на ней. 1.27 1.27 1.27 1.27 Сеон спасется правосудием и обратившиеся с сыны его правдой. 16.5 И утвердится престол милостью, и воссядет на нем в истине, в шатре Давидовом, судья, ищущий правды и стремящийся к правосудию. И 28.17 И поставлю суд мерилом и правду весами, и градом истребится убежище лжи, и воду потопят место укрывательства. И во всех этих местах мы видим, что правда, она как параллель справедливости, да, как суда в результате. Ну, на сегодня все. Продолжение следует... Продолжение следует...